Жилищно-коммунальная сфера стала одним из самых важных вопросов на встрече губернатора области и главы Саратова с жителями Волжского района. Около 300 человек решили поделиться наболевшими проблемами. На что жаловались саратовцы и какие вопросы пообещали решить, расскажет Елена Губенкова. Сегодня, кстати, у нас дома появилось тепло. Мы всю зиму ходим, чуть не в шубу в квартире, на Соколовой горе. Эмоций у жителей Волжского района накипело немало. Сейчас зимой кто-то замерзает в своих квартирах, кто-то не может добиться ремонта прорвавшейся трубы. Но больше всего жалоб на действия управляющих компаний, точнее на бездействие. Одно из решений глава Саратова Олег Грещенко видит в создании муниципальной организации, которую городская власть смогла бы контролировать и датировать из бюджета. С такой инициативой уже выступало руководство города, но пока законодательство такой возможности не дает. Чтобы мы создали муниципальную управляющую компанию, могли бы датировать от бюджета то же самое, как мы по мусору сегодня делаем. И мы могли бы вас поддержать. Поэтому мы в этом направлении работаем, мы знаем все ваши проблемы абсолютно. Все. Я за эти годы, которые работал, уже пропол все подъезды, все дворы, я все знаю, всю ситуацию. И мы сколько сделали законодательных инициатив, сколько мы сделали обращений. Что-то решается, что-то медленно решается. Сейчас управляющие компании проходят процедуру лицензирования, напоминает глава региона. Губернатор уверен, к решению того, допускать или нет на рынок ту или иную организацию, нужно привлекать самих жителей. Иначе толка от аттестации не будет. Вы говорите, я пишу туда, ответы туда. И так каждый человек. Мы не можем это до бесконечности смотреть. Временно стало то, когда надо влиять на эти процессы. Если город сегодня берет возможность с такой процентным отношением и муниципальной компанией сделать, как это сделали в Москве в том числе отчасти, наверное, часть будет и такой процесс. Ну, чтобы нам не повторить ту компанию, от которой мы ушли. На встречу слова попросили жильцы выселенных таунхаусов с Питерской. Они все еще надеются на мирное решение вопроса, но просят помощи у представителей власти. Вы обещали нам помочь предоставить альтернативное жилье. Никто не сделал. Нам в итоге сказали, что вы не имеете права на альтернативное жилье в вашей ситуации. Хотя изначально нам сказали, мы вам поможем с этим. А нас просто все отворачиваются. Мы не знаем, к кому идти. Мы постарались не выносить этот ссор из избы губернии. Не идти сперва на федеральный компонент. Хорошо, хорошо. Завтра с вами встретятся все, кого вы назвали по фамилии. Жители Волжского поинтересовались, будут ли сохранять исторический облик Саратова. Будут, заверил глава города. При строительстве в центре сейчас действует правило. Чем ниже, тем лучше. Высоткам не место рядом с архитектурными памятниками. С 2006 года администрации города не выдано ни одного разрешения на строительство высокоэтажных домов в центре города. Все дома, которые построены за эти годы, с 2006 года, разрешения были выданы ранее. И несколько лет строительные организации, которые имели эти земельные участки, сломали там дома старинные, подвели их под аварийный, как угодно. Претензии жители высказали и по поводу благоустройства города, состояния дорог, тротуаров и вывозу снега. По всем вопросам дали поручение разобраться профильным специалистам. Глава Саратова напомнил, средств в городской и областной казне крайне мало. Большая часть собранных налогов уходит в федеральный бюджет, а у государства есть более важные приоритеты. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова